Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сильный шквалистый ветер и ливень обрушились на город Галл вечером 22 июня. В результате стихийного бедствия город сильно пострадал. Повреждены крыши домов, линии электропередач, машины, на которых были повалены деревья. Часть населения осталась без света. Совместными усилиями управления городского хозяйства и сотрудники Галлского филиала РУП Черномор Энерго оперативно принялись за дело. Провели работы по устранению последствий стихии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. К процессу подключены все соответствующие службы. Ситуация стабилизируется. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Коммунальные службы благоустраивают и приводят в порядок городские территории. В частности, рабочие в усиленном режиме продолжают санитарную уборку улиц и дворов. Спиливают и вывозят деревья и ветки, сломанные ветром. Объем выполненных работ большой, но значительную часть еще предстоит убрать. Анжела Убилава, Илона Микава, Тело Закарая, КАЛ-ТВ. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба по сети в Галлский район провел рабочее совещание, посвященное процессу выдачи паспортов и вида на жительство. На совещании присутствовали руководство администрации района, начальник паспортного управления МВД Эдуард Монаргия, руководство районного отдела милиции, главы администрации сел. Смотрите репортаж, любезно представленный нашими коллегами из АГТРК. В совещании, посвященном вопросам паспортизации и выдачи видов на жительство жителям Галлского района, участвовали глава администрации Тимур Надарая, начальник паспортно-визовой службы МВД Республики Эдуард Монаргия, руководители районного отделения внутренних дел. Процесс выдачи соответствующих документов был начат в Галлском районе еще в прошлом году. Однако, учитывая, что все паспорта, выданные жителям Галлского района в 2006 году, были признаны недействительными, здесь идет не просто обмен паспортов, а новая паспортизация. Тимур Надарая рассказал вице-премьеру о том, как проходит паспортизация и выдача вида на жительство. Всего на сегодняшний день на получение паспорта гражданина Абхазии в Галлском районе принято 309 заявлений, выдано готовых 193 паспорта. Что касается выдачи вида на жительство, то принято порядка 7 784 заявления, выдано 3 504. Более 100 паспортов выдано жителям Галлского района за последнее время, те, которые напрямую без комиссии, когда подверждается их срок проживания территории Абхазии 94-99 год, и Служба госбезопасности дает, что они не являются, по их данным, гражданами иностранного государства, они имеют без всякой комиссии такие же права, как остальные жители Абхазии получить паспорт гражданина Абхазии. Но вы помните, мы проводили опрос в 2015 году, к сожалению, он подтвердил, что 96% жителей Галлской района являются гражданами республики Грузия. Но если у нас, например, голосующих было где-то до 300 человек на последних парламентских выборах, то сегодня их до 500. Согласно действующему законодательству, вид на жительство может получить только человек, родившийся в Галлском районе Абхазской АССР. Здесь возникли некоторые проблемы. Чтобы выдать данный документ всем, кто сегодня проживает в Абхазии без гражданства, в закон необходимо внести поправку, считает Тимур Надарая. Мы, когда поправку принимали, естественно, не могли представлять, какие миграционные процессы шли в советское время. Оказалось, что они были очень активны. И есть очень много людей, которые сегодня проживают в Галлском районе, и уже давно проживают, и 30 лет, и 20 лет, но в свое время не родились на территории Галлского района Абхазской АССР. Они родились там в Сухуми, родились в Харькове, родились в Москве. И вот эти люди в соответствии с законом, они должны получить разрешение на проживание, потом через несколько лет получить вид на жительство. Считаем, что это закон в действии показал свои плюсы и минусы. Необходимо внести поправку. Эта же поправка нужна не только жителям Галлского района, но и многим иностранцам, которые живут в остальной части Абхазии. Как сообщил Тимур Нодарая, жители Абхазии, имеющие виды на жительство, могут пересекать по этому документу и Абхазо-российскую границу. Правда, здесь необходимо иметь приглашение родственников из России и визу. По словам Тимура Нодарая, сейчас идут переговоры на уровне Министерств иностранных дел Абхазии и России об упрощении процедуры, чтобы обладатели вида на жительство могли пересекать границу без приглашения. Следует также отметить, что в районе проживает порядка 5000 так называемых самурзаканцев и порядка 300 из них изъявили желание вернуть себе исконные абхазские фамилии и национальность. 100 человек уже получили новые паспорта. На 50 самурзаканцев есть готовые указы. Около 130 заявлений находятся на рассмотрении. В ходе совещания были обсуждены основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники паспортно-визовой службы. Было отмечено, что не хватает кадров, есть проблемы в плане материально-технического обеспечения, а также очень долго приходится ждать ответ на запрос из службы госбезопасности Абхазии. Как подчеркнул вице-премьер Астамур Кецба, в ближайшее время в Сухуми состоится расширенное совещание с участием всех глав администраций районов и руководства страны, где все эти вопросы будут рассмотрены. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение 18 июня в понедельник глава Галского района провел плановое совещание с начальниками отделов. В начале совещания глава района заслушал отчеты начальников отделов о проделанных и текущих работах, после чего глава района дал присутствующим соответствующее поручение. В ходе совещания заведующая отделом культуры Галского района Лейла Колбаев вручила Тимуру Нодарае благодарственное письмо от Международного молодежного арт-комитета «Новое поколение» за большой вклад в дело эстетического воспитания поколения, поддержку участников 11-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Дружба народов». После чего начальник управления сельского хозяйства Томас Фишба сообщил, что лечение ореховых насаждений подходит к концу. Он добавил, что численность мраморных клопов в районе уменьшилась на 80%. По словам Рамина Чехерия, данный прорыв произошел благодаря механическому сбору клопа, что сыграло большую роль в борьбе с мраморным клопом. Куратор отдела образования и культуры Найра Амалыя сказала о том, что необходимо обеспечить приезжих учителей жильем для реализации проекта «Сельский учитель». В завершении совещания обсудили ход подготовки к выпускному балу 2018, который состоится 27 июня. 20 июня в среду глава Галтского района провел совещание с участием депутата парламента Республики Абхазия и главами администрации сел. В начале совещания обсудили вопрос ремонта сельских дорог. Совместитель главы администрации Вахтанг-Маан сообщил, что на данный момент поступило 5 заявок на ремонт дорог, которые рассматриваются. Затем необходимо составить по ним дефектный акт. Тимур Нодарай отметил, что на ремонт всех дорог средств не хватит, поэтому в начале необходимо осуществить ремонт магистральных дорог, которые связывают несколько сел. Далее главы администрации села читались о налоговых поступлениях, после чего глава администрации заявил, что до 27 июня необходимо выполнить план по поступлению в бюджет за второй квартал текущего года. В ходе совещания Тимур Нодарай сказал присутствующим о состоявшейся встрече 19 июня с вице-премьером Республики Абхазии Астамуром Кецба, начальником паспортного управления МВД Эдуардом Монаргей и начальниками паспортных отделов трех восточных районов Абхазии. Танная встреча была посвящена процессу выдачи паспортов и документов вид на жительство. По словам главы района, в ходе встречи были поддержаны предложения о приостановлении действия паспортов советского образца и о предоставлении права пересечения российско-абхазской границы с документом вид на жительство, выданной в Республике Абхазия без приглашения. В завершении совещания начальник паспортного отдела Тимур Минай совместно с главами администрации сел составил график сдачи документов и справок на документ вид на жительство и паспорт гражданина Республики Абхазия. На встрече руководство Галского района с представителями ЮНИСЕФ обговорили интересующие вопросы и обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества. Глава района Тимур Нодараев выразил желание и готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации необходимых проектов и программ. На встрече главы района Тимур Нодараев с представителями ЮНИСЕФ Лайлой Омаргат и Уильямом Хеллен и Рустамом Анжба обсудили деятельность ЮНИСЕФ в Абхазии. Лайлой Омаргат сообщила, что образовательный центр, открытый в ГАЛ совсем недавно, является частью восьми центров, созданных на территории Абхазии. Все учреждения находятся при районных центрах образования, а также работают и функционируют под непосредственным контролем Министерства образования и науки Абхазии. Центры, которые уже созданы, они будут этим пространством, этим физическим пространством, которое даст возможность всем учителям со всех районов Абхазии поддерживать постоянную связь, обмениваться опытом и в дальнейшем работать на внедрение современных методологий для того, чтобы у учеников была возможность более эффективно использовать те знания и навыки, которые они приобретают в школьной системе, для того, чтобы решать проблемы, с которыми они сталкиваются во взрослой жизни. Помимо открытия этих центров, ЮНИСЕФ два года назад активно проводили различные тренинги, семинары для учителей, которые были направлены на ознакомление и обучение наших учителей современными методологиями преподавания во всем мире. Тренинги, которые проводились по современной методологии обучения ориентированного ученика, уже принесли положительные результаты. Учителя, которые повысили квалификацию на тренингах и семинарах, отмечают, что успеваемость учеников в некоторых случаях повысилась в разы. По словам специалиста образования Рустама Анжба, в дальнейшем планируется оказание поддержки учителям по всем предметам. Офисе образования тоже определенный запрос подает о том, что необходимо поддержать профессиональное и техническое образование. В дальнейшем тоже планируется определенная работа, которая направлена будет для поддержания технических предметов, которые внедряются в школу, возможно, труд или какие-то другие направления, больше упор на науку и математику. И в дальнейшем тоже планируется определенная поддержка в этой сфере. Офис ЮНИЦЕФ работает по трем основным направлениям – это образование, помощь нуждающимся и здравоохранение. Недавно была открыта социальная служба поддержки детей и семей, которая уже эффективно функционирует в трех восточных районах Абхазии. Большая работа проводится по направлению здравоохранения, ведется работа по программе иммунизации, которая активно работает при поддержке и координации с Министерством здравоохранения. На встрече были представлены буклеты, которые рассказывают и описывают деятельность ЮНИЦЕФ за последний год в Абхазии. Также были представлены несколько книг, выпущенных ЮНИЦЕФ совместно с местными партнерами, включая Министерство образования и науки, касающиеся изучения абхазского языка. Определенная работа оказывается развитию абхазского языка. Мы работаем в этой сфере. У нас был проведен экспертный круглый стол с привлечением иностранных экспертов из страны Баска, Вэльса. Это два народа, у которых практически вымерший был язык. И сегодня идет обратный процесс, когда больше и больше людей говорит на этом языке. Опыт и предложения, которые они нам представили, получили позитивную поддержку среди различных структур и лингвистов, которые занимаются проблематикой развития абхазского языка. И в частности было предложено провести ряд проектов маленьких. В частности, книга для детей Чочуа, самучитель абхазского языка, который как для начальной школы, так и до школьного возраста дети могут использовать. И вот последняя работа – это недавно представленная нами книга непрофессиональных писателей. То есть бабушки, дедушки, учителя, все рассказы были собраны, адаптированы, переведены, где необходимо было, совместно с журналом Алышера и Министерством образования и науки. Тимур Нодарая выразил благодарность за приведенные работы, отметив, что те проекты, которые реализует ЮНИЦЕФ, особо значимы для района и страны в целом. Будет оказана всесторонняя поддержка вам. Мы обязаны сотрудничать с вами, я думаю. И мы имеем со стороны руководства такое поручение. Но если даже прямых таких поручений не было бы, учитывая вашу деятельность, это только человек неграмотный, может как бы не понимать, а так мы благодарны вам и готовы с вами сотрудничать и дальше в вашей деятельности и действии в Абхазии. Обе стороны выразили надежду и уверенность на дальнейшее сотрудничество и взаимопомощь. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями. Участники траурного шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили сведы к монументу славы в День памяти и скорби. 77 лет тому назад началась Великая Отечественная война, которую не вправе никто забывать. Тяжелой ценой была достигнута победа, ценой жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. В городе Гал 22 июня, в День памяти и скорби, в Парке славы состоялось возложение цветов к мореал упавших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории советского народа. 77 лет назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете Великая Отечественная война, фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта непостижимая по своим масштабам война унесла 27 миллионов жизней солдат и мирного населения Советского Союза. Из Абхазии на фронт ушли свыше 55 тысяч защитников Отечества, из них погибло 17,5 тысяч. 23 жителя Абхазии удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это день скорби, который нам необходимо говорить молодому поколению, что в борьбе с этим фашизмом, нацизмом, многие миллионы людей погибли, свои головы отдали. Мы не должны этот день забывать для того, чтобы это в дальнейшем не повторилось. Я думаю, что мы этого никогда не забудем. Нормальные люди, свободное человеческое сообщество этот день никогда не забудет. Память о тех грозных годах, как и неутихающая скорбь, навсегда останется в наших сердцах. Борьба с мраморным клопом и другими сельскохозяйственными вредителями продолжается. Насколько эффективно проведены работы, механический сбор и химическое опрыскивание покажет осень. Но одно уже известно точно – численность азиатского щитника сократилась в разы. Руководство Галского района давно и активно ведет борьбу с сельскохозяйственными вредителями. Если ранее борьба с мраморными клопами шла в местах его укрытия путем механического сбора, то теперь это происходит с помощью химического опрыскивания. В районе создан штаб, который возглавил глава администрации Нодарай Тимур Хутович. Соответственно, по его распоряжению на местах во всех 18 селах созданы штабы. Создано 100 рабочих групп, люди работают. И на сегодняшний день всю работу контролирует сам личный глава администрации. Периодически собираемся. Вместе с два раза мы делаем анализы о проделанных работах. На сегодняшний день штаб работает эффективно. Я даже могу сказать, что по республике Абхазии, так как работает Галин, наверное, не работает нигде. По словам главного агронома района, Лиришония, своевременность химической обработки ореховых насаждений должна происходить при строгом соблюдении регламента препаратов. По времени надо его лечить в срок. Из-за этого мы стараемся напрягать всех ребят, все эти группы, которые у нас работают, это ребята в основном по деревням работают. И стараемся, ну, как бы успеть в срок. Но не всегда получается в срок это все делать. Но на сегодняшний день хотелось бы, чтобы у нас была техника. Если у нас была бы техника, мы показали бы лучший результат, конечно. 100 бригад, которые работают во всех деревнях района, стараются успеть в срок. Но из-за нехватки техники и спецоборудования процесс немного замедлился, сообщил главный агроном района. В селах, где основной источник заработка – это продажа орехов, фундука, фруктов и овощей, опрыскивание идет полным ходом. Бригады в спецодеждах обрабатывают каждое дерево, каждый куст, каждый лист. Вся надежда на то, что меры, принимаемые руководством района, своевременные пойдут впрок. Мы сегодняшний день, на самом-то деле, лечение делаем уже неоднократно. Того, что первое лечение мы делали, от чего? Когда этот сбор был. Второе лечение мы делали, фрукты лечили, которые сегодня самые первые, которые на него, на кого он садится. Это мы лечение сделали. Сейчас мы делаем лечение того, что мы полностью, вот этот, у крестьянов, которые свои сады, и то, что имеют орешники, и не орешники, и то, что есть, вот это мы массивно все лечим. Есть какие-то результаты, конечно. Мы даже не оставляем бесхозные дома, которые там, сарай стоит, там что стоит, мы ничего не оставляем, все лечим, все проходим. Уже почти заканчиваем, мы уже почти закончили. Остались там некоторые десятки домов, остальное мы уже закончили. Я определяю, как, что, где работать, как работать. И в процессе тоже я каждый, не это не в курсе, сколько надо лекарства, какие надо лекарства, дозу надо лекарства. Иногда приходят люди, звонят. Я с удовольствием помогаю. Как долго вы уже лечите? Сколько дней? Ох, уже давно уже, больше месяца почти уже лечим. Ну, скоро, знаешь, скоро, по-моему, закончим у нас. Слава Богу, что в этом году, то, что раньше была проблема, в этом году меньше стала эта проблема. Согласно опыту других стран, самыми эффективными средствами противоазиатского щитника являются препараты индийского происхождения, инкосар и зондер. Норма расходов препаратов на гектар площади ореховых плантаций составляет 600 грамм, сообщил Рамин Чехерия. Первый препарат, который мы выделили, это Тарзан был, ИСПР, это российское производство. Там уже была доза рассчитывалась 0,2%, то есть это 200 грамм на гектар. Сейчас, в данный момент, имеем инсагари, препараты индийского производства. Здесь уже доза добавляется до 0,6 на гектар. То есть это очень опасная вещь и для пчел, и для человека. Первый, вот что я сказал вам, вот Тарзан и ИСПР, это первый класс опасности. То есть это нельзя при этом, чтобы были водоемы, должны быть везде закрыты, то есть колодцы должны быть закрыты. Мы составили специальный журнал, где подписываются люди, когда получают яд, они сами расписываются в получении, и там же им на месте объясняется, как нужно им пользоваться, и сколько нужно на 1 гектар. Благодаря комплексным мерам численность мраморных клопов сократилась в разы. Но, по словам агрономов, появилась американская бабочка, с которой также необходимо эффективно бороться. Сейчас вот уже появилась американская белая бабочка. Такая же доза, как и при клопе, и она уничтожает и американскую белую бабочку. Также вот на ореховый фундуке, не только американская, там почка выклеивает, там идет фундучный усач. То есть она автоматически убивает и вот этих вредителей тоже. Выдача жителям средств фитосанитарного значения происходит по заявке глав администрации. Ежедневно, кроме выходных, желающие могут обращаться к начальнику управления сельского хозяйства Томазу Цвижба или главному агроному района Леришонья, а также звонить по телефону, указанному на экране. Любое время суток граждане Гальского района никаких проблем с этим нет. Анжела Убилава, Гелы Закарая, Борис Цацуо, КАЛ-ТВ О новостях спорта вам расскажет Артем Качарава. Приветствую всех любителей спорта. Так и не смогли подопечные детей дожать сборную Швейцарии. Стивен Супер в начале второго тайма восстановил равенство на табло, после чего бразильцы старались склонить чашу весов в свою сторону, но швейцарцы этого сделать им не позволили. Еще одна небольшая сенсация. Бразилия теряет очки в стартовом матче против сборной Швейцарии. В итоге 1-1. Вот и новая сенсация на чемпионате мира. Сборная Мексики показала потрясающий футбол и заслуженно выиграла у сборной Германии. Немецкая машина весь матч держала оборону соперника в напряжении, разыгрывала различные комбинации, но сномить оборону так и не смогла. Без доли везения тут не обошлось, но это футбол, за это мы его и любим. Напряженная получилась концовка игры. Команды сыграли практически в два раза больше времени, чем было добавлено арбитрам. Но подопечные Младена Краснича смогли довести игру до победы. Сборная Сербии набирает три очка в стартовом матче, что можно считать заявкой на выход в плей-офф турнира. Сборная Англии в тяжелом матче обыграла сборную Туниса благодаря голу Харикейна уже в компенсированное время. Сборная Туниса продемонстрировала неплохую организованную игру в обороне, но удержать комфортную ничью карфагенским орлам не удалось. Сборная Бельгии уверенно разобралась со своим противником. Дубль, Ромеро Рукаку и точный удар Дриса Мертенса обеспечили результат. Арбитр дал финальный свисток. Сборная Швеции благодаря голу Андреса Гранквиста добивает три очка. Сборная России после крайне уверенной победы над сборной Саудовской Аравии подошла, наверное, к самому важному для себя матчу группового этапа. Перед самим турниром все отдали роль фаворита группы сборной Уругвая, а вторую путевку справедливо пророчили победителю пары России-Египет. Команде Станислава Черчесова будет не хватать Алана Загоева, однако Денис Черешев отлично вписался в игру. Роман Зобнин оказался первым на подборе и пробил Ахмед Фахти неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Марио Фернандес ушел от противника в штрафной и простерил центр. Артем Зюба зацепился за мяч после дневной передачи, прокинул его мимо защитника и прицельным ударом поразил угол ворот 3-0. И все же Мохаммед Салах отпитал один гол с им же заработанного пенальти. Однако победа сборной России над Египтом практически гарантирует выход из группы подопечных Станислава Черчесова. Матч третьего тура между сборной России и сборной Уругвая определит лишь, кто из них займет первое место в группе. Это достижение буду вспоминать еще долго. Прозвучал финальный свисток арбитра, который зафиксировал победу сборной Сенегала. Команда Алиус-Сесе показала качественный футбол и большую волю к победе. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Японии со счетом 2-1. Отметим, что колумбийцы почти весь матч играли в меньшинстве. Андрес Иньесна отдал передачу на Диего Косту в штрафную сборную Ирана, который развернулся и сразу же пробил ближний угол. Мяч свикошетил от Рамина Резьявина в ворота. Сборная Испании в тяжелом поединке обыграла сборную Ирана с минимальным счетом 1-0 благодаря колу Диего Косты. Карло Санчес уверенно навесил с углового. Мухаммед Аль-Увай смахнул мимо мяча Алу Исуаре с ударом с нескольких метров, вывел свою команду вперед 1-0. Клемент Юприн дал свисток, который отправляет команды отдыхать при минимальном преимуществе сборной Уругвая в счете. Эдин Санковани роскошно навесил на дальнюю штангу, но Карло Санчес в створ ворот не попал. Клемент Юприн дал свисток, который зафиксировал минимальную победу сборной Уругвая. Единственный гол оказался на счету Луиса Суареса. Марокко провели великолепный матч, ни в чем не уступая сборной Португалии, а местами даже и переигрывая соперника, но забить так и не удалось. Моментов африканская сборная создавала предостаточно. Подвела к реализации, а может и везение отвернулось. Португалия набирает 4 очка в группе, а голы за европейскую сборную на этом чемпионате мира забивают только главная звезда Криштиану Роналду. Равшан Ирматов дал стартовый свисток. На стадионе Нижний Новгород состоялся матч между сборной Хорватии и сборной Аргентины. Велика Бальера допускает ошибку. Голкибер сборной Аргентины выкинул мяч на Анте Ребича, который сложился и ударом в падении с полуоборота, положил мяч под перекладину. Леонель Месси был по пустому углу с пары метров. Иван Ракетич бросился в подкате и заблокировал удар. Лука Модрич получил мяч на поступок в чужой штрафной, шатнул в защитника сборной Аргентины и нанес обводящий удар из-под защитника в правый нижний угол. Без шансов для Велика Бальера. Издевательский мяч забивают хорваты. Иван Ракетич наносит удар из-за пределов в чужой штрафной. Велика Бальера отразил мяч вправо от себя на Матео Ковачича, который придержал Круглова, а затем выкатил его под удар Ивану Ракетичу. Полузащитник Барселоны расстрелял пустые ворота соперника. Итог матча 3-0 в пользу сборной Хорватии. Сборная Франции одержала минимальную победу над сборной Перу со счетом 1-0. Благодаря голу Кельянам Бабе. Победа над перуанцами гарантирует французам выход в плей-офф. Арбитр дает финальный свисток. Сборная Швейцарии одерживает волевую победу над сборной Сербии. Подопечные Владимира Петковича на 90-минуте матча благодаря голу Джерана Шакири вырывают победу в итоге против сборной Сербии. Интересная получилась игра. Интрига держалась до самого конца матча. На выход в плей-офф претендуют три команды из группы Е. Все решится в последнем турнире группового этапа. Туглас Коста исполнил классный прослел чужую штрафную на Неймара. Кейлор Навас на выходе не успевает перехватить мяч. А Неймар переправляет мяч в пустые ворота соперника. Арбитр дает финальный свисток. Бразилия вырывает победу у Коста-Рики, забив дважды в компенсированное время. Совсем немного не хватило сборной Коста-Рики, чтобы свести матч против сборной Бразилии к нулевой ничье. В компенсированное время Пентагампонов все-таки прорвало. Голы Филиппе Каутиньо и Неймара приносят бразильцам первую победу на турнире со счетом 2-0. Ну что ж, дорогие телезрители, у меня на этом все. До новых встреч! И о погоде на предстоящую неделю. На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзия раз. Чки розо дюндат. Редактор субтитров А.Семкин